Вы, конечно, знаете, что распространенное заблуждение о том, что надо держаться на силе воли, очень вредное. Чтобы изменить свою внешность, сила воли только мешает. И один из методов, чтобы этого не делать, метод усыпления обезьяны. А если так, то сегодня очередной урок, на котором откроем человеку внутри нас правду об усилителях вкуса, сахаре, в общем, общищевых наркотиках. Привет всем, с вами Базилио и канал Fresh Life 28. Пищевые наркотики. Что это? Не спешите гуглить или лезть в Яндекс, там ничего нет. Этот термин мне пришлось ввести самому. И сейчас я объясню, что это такое и что это для нас означает. Давайте обратимся к истории человечества. Человечество существует 3 миллиона лет. И почти все это время мы жили в условиях недостатка еды. Удачная была охота или нет, урожайный был год или нет. Миллионы причин, в результате которых еда всегда была в недостатке. Ситуация изменилась лишь в 50-е годы прошлого века, когда были отменены последние продовольственные карточки. Начиная с этого момента здоровье и внешний вид человечества стали стремительно деградировать. Вся система пищеварения и наши инстинкты направлены на то, чтобы мы добывали еду, ели ее как можно больше впрок и запасали ее в жировых тканях. Программа выживания отрабатывалась 3 миллиона лет. И 50 лет в сравнении с этим ничто. Но самое страшное происходит последние 15 лет. С изобилием продуктов у производителей и продавцов вполне резонно возникла задача увеличения сбыта. Люди ели все больше и больше, но как заставить их есть еще больше и покупать именно нашу продукцию? Правильный ответ – сделать ее дешевле и вкуснее. А что такое вкусно? Вкусно! То самое, над чем никто никогда не задумывается. Это когда наш мозг вырабатывает вещества, вызывающие удовольствие от съеденного. И вот тут приходит на помощь пищевая химия. Последние 15 лет правдами и неправдами пищевую продукцию добавляют различные химические препараты, которые усиливают ощущение удовольствия от съеденного, увеличивают аппетит, понижают чувство насыщения, вызывают привыкание. Еда, которая тысячи лет считалась вкусной, без этих препаратов кажется пресной. Началось это с обычного рафинированного сахара и продолжается усилителями вкуса, пищевыми добавками. Их обозначают Е600, Е699, самый известный из которых – глютамат натрия. По эффекту употребления таких продуктов все очень похоже на картину зависимости. Изменение психи вплоть до депрессии, если нет доступа к веществу. Потери контроля над количеством. Увеличение дозировок. Изменение места в иерархии ценностей. Ну это когда, а, все по боку, но в Макдональдс я сегодня зайду. Иными словами, последние 15 лет в продуктовых магазинах есть засилие пищевых наркотиков. Это смесь продуктов питания с химическими препаратами, вызывающими зависимость. Возьмите прямо сейчас, в вашем холодильнике, любую колбасу, сервелат или приправу из шкафа. Прочитайте состав. Если вы нашли в составе сахар, глютамат натрия, усилитель вкуса или Е600-Е699, знайте, вы употребляете пищевой наркотик. Что такое 15 лет по сравнению с тремя миллионами лет истории развития? Взгляните на фото. Это самое высокое здание в мире высотой 824 метра. Мы следа. Поставьте три таких здания одно на другое. Это будет примерно возраст человечества. Три километра. Последние 15 лет в сравнении с этим, это половина этой монеты. Разумеется, приспособиться за такой ничтожный срок по сравнению с тремя миллионами лет, наша природа не в состоянии. Так что же делать? Способ только один. Становиться человеком 21 века. И сейчас я объясню, что это значит и как это сделать. Человек 21 века, в отличие от дикой полуобезьяны, которой управляют только инстинкты, больше принимает решения головой. Применительно к нашему случаю делать надо вот что. Первое. Примите тот факт, что вкусно. Это всего лишь, когда есть чем сравнивать. Стоит вам перестать употреблять пищевые наркотики, и вы забудете, что есть продукты вкуснее овсянки на воде. В это очень сложно поверить, но это правда. Посмотрите подробно, как это сделать. Вот тут. Два. Запомните, еда в 21 веке больше не основной источник удовольствия. Повторяйте себе это каждый день. Она будет приносить вам радость, но ключевое слово не основной. Замените ее на музыку, игры, спорт, все что угодно. Еще 70 лет назад еды не было достаточно настолько, чтобы можно было опасаться переедания. Еду можно было использовать как удовольствие. В 21 веке, когда у нас изобилие не просто еды, а пищевых наркотиков, это гарантированный путь к ожирению и падению качества жизни. Три. Сформируйте себе образ врага. Тот, кто аргументирует с рекламного буклетика, но это же вкусно, тот хочет, чтобы вы от одного только этого слова перестали быть думающим человеком 21 века и превратились бы в животное, которому шваркнули миску перед мордой. Задайте вопрос, а что это такое вкусно? Это всего лишь мастурбация вкусовых рецепторов. Да, именно так. Ничего возвышенного и духовного в этом нет. Каждый раз, когда вы слышите, наши технологи и повара неустанно работают над улучшением вкусовых показателей нашей продукции. Переводите это. Наши химики ноги до задницы стерли, чтобы химия вызывала бы у нас зависимость, и вы бы жрали и покупали наш продукт еще больше и больше. Это наши враги. Научитесь различать их под маской заботы о вашем удовольствии. Четыре. Может ли быть наградой то, что есть у каждого? Еще 50 лет назад мы могли только мечтать об изысканных явствах, доступных сильным мира сего. Сегодня, в 21 веке, бомжу с помойки из-за этой химии доступен кайф, который был недоступен королю Людовику в 17 веке. В 21 веке никто из тех, кто смотрит видеоблог, не голодает. Все кушают и какают. Я, вы, бомж Пьердыч, помойный кот и даже наш президент. Я слышал, что он кушает и... Ну, он делает это. Вы понимаете? Поэтому, именно в 21 веке, еда больше не награда. Никогда не говорите себе, я заслужил. Награда – это ваше великолепное тело на пляже и ваше здоровье. Не отказывайте себе в награде и удовольствии. Пять. Понижайте примативность принятия решения методом накачки информации. Помните, я говорил, что один из основных методов избавления от силы воли – этот ролик – это и пример той самой информации, получая и обрабатывая которую, вы незаметно для себя избавитесь от необходимости вообще напрягать силу воли. Запишите эти четыре правила, перечитывайте их. Думайте, размышляйте над ними, ищите информацию, читайте, перетасовывайте факты. Уважайте себя. Вы – человек 21 века, который теперь знает, что делает. А не древняя скотина. Вы не раб маркетологов. Не отказывайте себе в удовольствии быть лучшим. Любите себя. Балуйте себя. Быть красивым, стройным и здоровым. Доступно не всем. Это эксклюзив. Это награда. Не лишайте себя награды. Поделитесь этим видео с друзьями. Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой видеоканал. Напоминаю вам, ролики о питании, тренировках, мотивации выходят два раза в неделю. Если у вас нет аккаунта Google и вы не можете подписаться на канал, оформите новостную рассылку на моем сайте. Там же я отвечаю на ваши вопросы. А на сегодня это все. С вами был Базилио. И пока-пока.